1 августа 58 года полк гражданской обороны, как он тогда назывался, располагавшийся в Куйбышевском районе Самары, получил боевое знамя. С того дня ведется летоисчисление боевым и трудовым подвигом. Теперь полк называется Волжским спасательным центром. За 59 лет он участвовал в ликвидации последствий множества трагедий. Пожары, взрыв на артиллерийском складе, паводки, наводнения. Самарские спасатели действуют по всей стране. В настоящее время Волжский спасательный центр постоянно участвует во многих спасательных операциях по решению министра при возникновении чрезвычайных ситуаций на различных территориях. Мы гордимся тем, что именно в Самарской области дислоцирован Волжский спасательный центр. Для комфорта спасателям отремонтировали жилые корпуса, постоянно внедряют для службы новые технологии, среди которых и современная техника, средства индивидуальной защиты и полностью автономные палатки, которые позволяют организовать штаб в любом месте. Все это облегчает выполнение главной задачи – оберегать жизнь россиян. Приходит современная техника, она требует современных подходов, обучения. Поэтому мы обучение производим в учебном центре Самарского направления, обучаем также в других частях, в том числе и в академии, по различным специальностям. Каждый солдат у нас, каждый контрактник, каждый офицер обучен на нескольких смежных специальностях. И кроме работ спасателей, может работать как спасателем, химиком, пожарным. В честь 59-го дня рождения части на плацу прошел торжественный митинг и парад. Офицеров и солдат наградили за служебные достижения, а завершили праздник концертом, где выступали и спасатели со своими творческими номерами. Всего в части служат 700 человек, но не все смогли принять участие в торжествах. Кто-то должен всегда находиться на боевом посту. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.